Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше изучение текста, и мы с вами находимся в середине недельного раздела А. Зину, предпоследнего раздела, последней книги Тора. Значит, это книга Дворим, Перек 32, Пасук 19. Значит, я напоминаю, что происходит. Маше поет свою песню, песня, которая представляет из себя квинтэссенцию значения Торы, некий гимн, который должны запомнить все сыновья Яакова, весь Израиль. И так же, как было уже в ряде мест, особенно в книге Дворим, Маше говорит, что Израиль неизбежно будет отклоняться от пути Ашем. Последний посуд, который мы читали неделю назад. Оплот, родивший тебя, предашь забвению, и забудешь Эль, создающего тебя. И увидел Ашем и разгневался от гнева сыновей его и дочерей его. Ну, имеется в виду от гнева на сыновей и на дочерей. Значит, видя наше неправильное поведение, Всевышний разгневается, естественно, но при этом в любом гневе он будет гневаться на нас не как строгий судья, а как отец гневается на своих детей, которые сделали что-то не так. В любом случае, мы остаемся его сыновьями и его дочерями, пусть даже и поступили неправильно. И сказал, я скрою лицо мое от них, увижу, каково будет последствие их, потому что поколение переворота в они, сыновья нет доверия им. То есть, сыновья нет, которым невозможно довериться. Поколение переворотов. Ну, есть два объяснения вот этого оборота, довольно странного. Поколение переворотов. Одно объяснение такое. Поколение, у которых каждый день новая идеология. То поклоняются одному, то поклоняются другому. Есть очень интересное объяснение Рабби Симха Бунима из Пшисхи, который, помимо того, что был раввином, как многие другие мудрецы ранших времен, он был фармацевтом и зарабатывал себе на жизнь продажи лекарств. И делал это на территории Германии. Так вот, Рабби Симха Буним рассказывает, что дело было в Данцеге, Гданск нынешний, да? Меня застала ночь, я зашел в еврейский трактир, уже наступил шаббат, и стал я свидетелем того, как кто-то заказал очень редкое вино. Это редкое вино было предельно дорогим, и потому хозяин, очень обрадовавшись, тут же послал слугу в погреб. Отправились двое слуг, поскольку в погребе было темно, и один нес свечку, а другой вино. Один был еврей, а другой не еврей. И все было с точностью до наоборот, не так, как следует. Мог еврей нести вино, а не еврей свечу, и вино не стало бы некошерным. Значит, потому, очевидно, речь идет о том, что это вино находилось в бочках, и просто из бочки начерпали в кувшины, несли вино открытое, не укупоренное в кувшине. И если к виноградному вину, находящемуся в незапечатанной посуде, прикоснулся не еврей, вино становится запрещенным для евреев, оно становится некошерным. С другой стороны, если свечу несет еврей, то он нарушает шаббат, и, значит, при этом работа по доставанию вина из погреба, опять-таки, становится некошерной. То есть вот такой вот переворот. Два слуги, евреи и не еврей, могли спокойно достать из погреба кошерное вино. Для этого свечу должен был нести не еврей, а вино должен был нести еврей. И шаббат не был бы нарушен, все было бы хорошо. При этом, смотрите, ситуация такая. Все равно работают два человека. Все равно все, что они должны были сделать, они сделали. Но из-за этого переворота, так сказать, все получилось плохо и неправильно, и заповеди Всевышнего были искажены. То есть, понимаете, когда Тора говорит, поколение переворотов – они, то этим самым подчеркивается, что нарушение заповедей Всевышнего происходит не потому, что человек против Всевышнего, а потому, что вот он таким образом переворачивает ситуацию. Вместо того, чтобы все делать, не нарушая заповедей, он, что называется, нарушает их на ровном месте. «Они ревновали меня, не эль, гневили меня пустыми своими, а я буду ревновать их не народом, народом подлым буду гневить их». Удивительный совершенно пасук, который как бы предсказывает ситуацию, которая произойдет примерно на 3300 лет позже. «О чем речь?» Что значит «они ревновали меня, не эль?» Значит, досаждали мне не только чужими элогим. Это было бы, это ужасно, но это было бы еще полгода. А досаждали вообще отсутствием интереса ко Всевышнему. Понятно, да? То есть, это не то, что, скажем, еврей не хочет оставаться в рамках иудаизма и переходит, например, в ислам, хас-вахалила. То есть, меняет один тип служения Всевышнему на другой тип служения Всевышнего, который вообще для евреев не приемлем. Но здесь речь идет о том, что у людей вообще будет отсутствовать интерес к Всевышнему. То есть, эта ситуация, как еврейское просвещение, которое началось где-то с середины, с первой половины XIX века. Значит, вот стремление стать, как все народы, стремление войти, так сказать, в мир, в секулярный, нерелигиозный, европейский мир. Вот, и это то, что Тора говорит. Ревновали меня не Эль, то есть, не другим божеством, а отсутствием всяких божеств, то есть, натуральным атеизмом. А я буду ревновать их не народом, народом подлым буду гневить их. Ну и тут уж по крайней мере те, кто живут в Израиле, а скорее всего и те, кто не живут в Израиле, прекрасно понимают, что речь идет о современном арабском народе Палестины. Народе, которого нет. Это не народ. Если мы поднимем исторические документы, скажем, второй половины 19 века, то мы можем найти там определенную информацию о населении Эриц-Исраэль в то время. Ну, например, в 1880 году, да, то есть, вот, грубо говоря, 140 лет назад, население Иерусалима на 80% состояло из евреев. 80%! Примерно таким же было население Хеврона, Шхема, Тверии. Вся остальная земля Израиля в те времена представляла собой, по сути дела, пустыню, по которой бродили бедуины со своими стадами и шайки разбойников, которые грабили кого ни попадя. И об этом у нас сохранились документальные свидетельства. То есть, большинство городского населения земли Израиля того времени, это было еврейское население. Дальше, 1881 год, начинается первая Алия, потом вторая Алия, барон Ротшильд дает денег, другие благотворители работают, там еще до этого Монтефиоре начал давать денег на развитие еврейского Ишува. И евреи начали создавать в Израиле инфраструктуру. Появились дороги, появились больницы, появились почты, появилась нормальная жизнь. И в частности появились такие промышленно поставленные сельскохозяйственные предприятия, то есть скажем те же апельсиновые рощи и виноградники, которые давали товарную продукцию, ориентированную на экспорт в Европу. В частности виноградники Ротшильда на горе Кармель это было по сути дела процентов 90 экспорт в Европу. Это был товарный продукт. И появились рабочие места. В чем первая и вторая алия она были совсем не такими массовыми. Это не алия начала 90-х. Люди приезжали в Эрец Исраэль буквально десятками и сотнями. А появилось много рабочих мест. Появилась и пищевая промышленность, и добывающая промышленность, появились возможности трудоустройства. И вот в этой ситуации в конце 19 века на нашу землю пришли люди, которым было по сути безработное нищее из всех окрестных стран. Из Египта, из Ливана, ну тогда еще скажем Ливан, Сирия и Иордания, Северная Иордания, они относились к Турецкой империи. Границ не было и перейти в Палестину проблем не было никаких. Сел на своего ослика и поехал себе туда, где есть рабочие места, где есть работа, зарплата, медицина и все такое прочее. Таким образом в Эрец Исраэль собрался народ и произошло это всего 100, 120, 130 лет тому назад. И вот эти вот люди, многие из которых были арабского происхождения, никаким особым народом не являлись. Они появились на этой земле ну чуть больше, максимум 100, может быть, чуть больше лет тому назад. у них нет ни особой национальной истории, скажем, если эти безработные пришли из Египта, да, откуда-нибудь через Синай из Египта, то их история это история Египта, история арабского завоевания Египта. Если эти люди пришли с территории Турецкой империи, например, из Ливана, их история это история Турецкой империи. Если они пришли из Ирака, из Междуречия, из Патистана, их история, соответственно, история тех стран. То есть, у так называемого, сегодня называемого арабского народа Палестины нет ни своей истории отличной от истории других стран, ни своего языка отличного от арабского языка принятого других стран, не скажем, таких факторов государственных, как денежная система, королевские династии, еще что-то, еще что-то, ничего подобного у арабского народа, который живет здесь, на территории Палестины, нету. Поэтому претензии их на собственное государство абсолютно беспочвены. поэтому разговаривать с ними как с народом, как, ну, например, мы можем вести переговоры с Египтом, можем вести переговоры с Иорданией, с Саудовской Аравией, это народы, которые живут на своей земле, в своих государствах, у них есть история и так далее, и так далее. Так вот, палестинцы, проживающие на территории Израиля, народом не являются. И Тора совершенно гениально дает это предвидение. Я буду ревновать их не народом, народом подлым буду гневить их. То есть, если мы попытаемся разговаривать с арабами, проживающими в Израиле, как с народом, вести с ними какие-то переговоры, как с государством, то это окажется народ подлый, и он будет гневить нас, и в этом промысел Всевышнего. Еще раз, арабы, проживающие в Эрице Сраэль, народом не являются. Точка. Не обсуждайте. Потому что огонь запылал в носу моем, и воспылал до пропасти нижней, и пожрал землю и урожай ее, и охватил пламенем основы гор. Огонь от качества суда, и Ашем представляет себя разгневанным царем, то есть, если мы его гневим, он на нас гневается. Соберу на них беды, стрелы мои и страчу на них. То есть, беды и войны это результат забвения Всевышнего. Истощение голодом и выжигание огнем и истребление горькое и зуб скота пошлю на них с ядом ползающих в прахе. Описываются ужасы эпохи крушения первого и второго храмов, эпохи запустения земли Израиля, зуб скота это нападение хищных животных с ядом ползающих в прахе это нашествие ядовитых змей. Извне будет убивать меч, а из комнат ужас. Так же юноша, так же девственница, младенец с мужем седины. Значит, на улицах постоянно опять описывается ситуация забвения Всевышнего и последствий. То есть на улицах убивает меч, в домах царит ужас голода и смерть не щадит никого, ни юношей, ни девиц, ни младенцев и стариков. Сказал я, рассею их, отменю человека память от них. То есть уничтожу без следа, они заслуживают это своим поведением. Если вы не гнева врага убоюсь, чтобы не сделали чужим враги его, чтобы не сказали, рука наша возвысилась, а не Ашем сделал все это. Значит, здесь повторяется то соображение, которое Маше привел Всевышнему во время истории с Золотым теленком. когда Всевышний готов был уничтожить народ Израиля и от Маше создать новый народ, не допускающий прежних ошибок. Так вот, если бы не гнева врага убоюсь, чтобы не сделали чужим враги его, чтобы не сказали рука наша возвысилась, а не Ашем сделал все это. То есть речь идет о том, что если реально произойдет такое событие, то враги Израиля могут сказать, это мы победили, мы уничтожили Израиль, хотя на самом деле ни о каких врагах человеческих здесь речи нет, именно рука Всевышнего делает все это. Потому что народ, оставшийся без советов, они и нет в них понимания оставшихся без советов, то есть оставляя Ашем, мы лишаемся своего главного советчика. Если бы поумнели, смогли бы понять это, поняли бы последствия свое, то есть поняли бы, что провело народ Израиля к такой политической деградации и чем это может кончиться. То есть если бы хоть чуть-чуть поумнели и сделали тшуву, вернулись на правильный путь. Как будет преследовать один тысячу, а двое обратят в бегство десять тысяч, если не оплот их продал их, и Ашем сдал их. Оплот их продал их, это национальные ангелы, элогимы наших врагов, которые ничего не смогут сделать для них, если Ашем сдал их, предал их в руки Израиля. Потому что не как оплот наш, оплот их, а враги наши, судьи, значит, наш оплот это наш элогим, наш трансцендентный творец, а их оплот это всего лишь подчиненные ему национальные ангелы. То есть здесь различный уровень покровительства трансцендентных сил. И враги наши, которые нас будут побеждать и травить и все такое, это по сути дела наши судьи. То есть это то, что приходит на нас как результат наших собственных ошибок. Ведь из лозы с дома лоза их, из полей аморы виноград их, виноградины ядовитые, грозди горькие у них. Сыны Израиля, которые оставляют Ашем, сравниваются со с домом и аморой, а их поведение с горькими плодами. Яд змей виной их, а голова кобр жестока. То есть вот такое змеиное поведение. Не это ли скрыто со мной, запечатано в сокровищницах моих? Это будущее развития событий и часть заранее известного плана Ашем. Со мной, то есть у меня, в сокровищницах моих, то есть в моих планах. Ну, мы только что три пасука раньше обсудили появление арабского народа Палестины как часть плана Творца. Мне мести плата ко времени, когда споткнется нога их, потому что близок день крушения их и быстро ожидающая их. Значит, я, Ашем, отомщу за Израиль. Когда споткнется нога их, то есть когда наступит момент слабости у врагов Израиля, то крушение их будет очень быстрым, и хотя они в своем довольстве об этом и не подозревают. Потому что будет судить Ашем народ его, и арабах его раскается, потому что увидит, что ослабла рука, и нет правимого и поддерживающего. То есть Ашем будет судиться с врагами Израиля за свой народ. Он пожалеет о всем зле, которое, хотя по справедливости, однозначно по справедливости, постигло Израиль. Ослабла рука, то есть политическое положение врагов Израиля деградирует до крайности, и у них не будет никакой опоры ни внутренней, ни внешней. И скажет, где Илогим их, а плод у которого укрывались? Тогда, в тот момент, Ашем спросит Израиль, где те чужие Илогим, на которые вы опирались? Гибель врагов Израиля – это однозначное свидетельство слабости чужих Илогим. Жир зарезаний, которых будут есть и будут пить вино возлияние их, встанут и помогут вам, и будут вам укрытием. То есть попробуйте и узнаете, смогут ли эти Илогим других народов помочь вам в критической ситуации. Смотрите сейчас, что я, я он и нет Илогим со мной, я умерщвлю и я оживлю, сокрушил я и я вылечу и нет из руки моей спасающего. Сейчас вы, народ Израиля, увидите, что никакой иной Илогим, никакой ангел природных сил не может сравниться со мной. Я умерщвлю и я оживлю. Это обещание возрождения мертвых в будущем. То, о чем мы повторяем во втором благословении молитвы Амеда, что оживит мертвых. И нет из руки моей спасающего. То есть я решаю все. Поэтому несмотря на ваше поведение, все равно приведу историю к успешному завершению. То есть у людей есть свобода выбора. Но наша свобода выбора не распространяется на итог истории. И наша свобода выбора по сути это выбор различных путей. Итог предопределен Всевышним. Победа Всевышнего в мире предопределена вопрос только в том мы идем к этой цели прямой дорогой Всевышнего или мы идем к этой цели кривыми путями со всякими несчастьями и огорчениями. Результат будет прежним. Ведь подниму к небесам руку мою и скажу я жив я вечно я клянусь что как верно то что я вечен так же верно и другое если заточу блеск меча моего и возьмется за суд рука моя верну месть врагам моим и ненавистникам моим заплачу то есть я верну месть врагам Израиля которые являются врагами моими и ненавистниками моими напою до опьянения стрелы моей кровью и меч мой пожрет плоть из крови убитого и пленных с головы растрепанной врага то есть когда Всевышний начинает мстить то нет пощады даже пленным хотя нормально на войне так отношение к пленным должно быть гуманным но только не на войне где Всевышний мстит воспойте народы народ его потому что кровь рабов его отомстит и месть вернет врагам его и искупит землю его народ его лучше не доводить дело до крайности и уже сейчас лучше чтобы воспели народы народ его то есть народ Израиля потому что в будущем кровь рабов его отомстит врагам его и таким образом ашем искупит то есть очистит морально землю Израиля и народ Израиля которые как мы помним образуют единство Эриц Исраэль Ваам У этого пасука есть еще одно интересное толкование значит что значит кровь рабов его отомстит и месть вернет врагам его и искупит землю его народ его то есть одно из может быть не очень очевидных но совершенно неукоснительно наступающих вариантов мщения состоит в том что когда народ Израиля возвращается на свою землю и занимается ее обустройством ее искуплением живет на своей земле то те страны из которых народ Израиля ушел те страны оказываются в очень плохом состоянии и последний исторический пример то что произошло на нашей памяти это исход евреев из СССР в последние три года существования союза нерушимого республик свободных значит отъезд полутора миллионов евреев в конце 80-х начале 90-х годов привел к тому что где теперь это СССР нету этой империи зла кончилось а евреи благополучно приехали обрабатывать свою землю искупать ее развивать и строить свою страну а СССР погиб это то же самое что произошло с Великой Испанией что произошло значит с Великой Испанией имеется ввиду конец 15 века изгнания евреев из Испании что произошло с Третьим рейхом и то что произошло с СССР уход евреев тотальный уход евреев из той или иной страны это для страны очень очень плохо наоборот приход евреев массовой в ту или иную страну ведет к ее процветанию даже я уж не говорю о процветании Израиля которое за последние 30 лет ну я приводил уже эту цифру вспомнить ее все равно очень приятно значит за последние 30 лет валовый национальный продукт на душу населения страны Израиля вырос в 6 раз и Израиль сейчас находится по валовому национальному продукту на душу населения в первой пятерке стран мира значит а массовый приезд евреев в Америку сделал Америку первой державой мира а массовый приход евреев в Германию в начале 90-х годов позволил Германии стать первой страной Европы главнейшей экономикой Европы «И пришел Маше и говорил все слова песни этой в уши народа Он Иоше Бен Нун» Вроде как все нормально но очень странное выражение смотрите 38 лет назад Маше изменил имя своего любимого ученика Он назвал его Еошуа А здесь Тора говорит Оше Бен Нун совершенно странная ситуация Дело в том что мы уже знаем два изменения имени Первый раз в Торе меняется имя Авраама и Сары Наш праотец назывался Аврам и Всевышний добавил буковку А и он стал Авраам Наша прамама называлась Сарай и Всевышний изменил имя она стала Сара без икрат и в дальнейшем вот произошло изменение этих имен но дальше еще два раздела посвящены их биографиям и ни разу после момента изменения они не называются своими старыми именами изменили точка изменили второй раз это было не изменение про Авраама написано не называешься ты больше Аврам а вот тебе другое имя Авраам тоже про Сарай дальше история Яакова после сражения ночью с непонятным мы обсуждали с вами что это был какой-то странный непонятный противник после этого сражения Яаков получил новое имя ему не изменили имя был Яаков стал Яков или что-нибудь в этом роде нет он получил второе имя и мы с вами обсуждали что имя Яаков это его ипостась главы семейства на таком личном уровне а имя Исраэль это его ипостась родоначальника еврейского народа то есть уровень семейно личный и уровень национальный и в дальнейшем после получения второго имени там еще три раздела четыре раздела разных событий и там есть моменты когда Яаков называется Яаковом есть моменты когда он называется Исраэль то есть в зависимости от того о чем идет речь о его национальном аспекте или лично семейном аспекте а вот здесь вдруг 38 лет назад Оше бин стал Еошуа и вдруг снова названо его старое имя Оше в чем тут дело ну первое что приходит на ум окей кто менял имя Авраам Всевышний вопрос не обсуждается и так сказать всякое сомнение здесь бесполезно поменял вопрос второй кто менял имя Яаков ну во-первых менял Всевышний а во-вторых как мы уже сказали используются оба имени не менял а добавил а здесь имя Оше менял Маше Робейн да то есть как бы это есть дело человеческое захотел поменял захотел назад верно это сказать есть у мудрецов занимающихся комментированием Торы такое часто употребляемое часто употребляемый принцип что если вы какой-то пасук Торы какое-то место в Торе видите простое объяснение сразу идите дальше оно неверно первое объяснение всегда неверно ищите второе так вот то что здесь происходит человеческое изменение изменение по указанию человека оно неверно для того чтобы понять что здесь происходит давайте посмотрим на причины изменения имени ну изменение имени у Авраама связано с изменением его судьбы Авраам жалуется Всевышнему что ты же сказал что я буду отцом множества народов а у меня даже наследника нету в доме значит нет сына и все и тогда Всевышний называет его Авраам да что в переводе означает отец множества народов и действительно из семени Авраамова выходит и Ишмаэль и потом Ишмалитяне и Ицхака у Ицхака есть Эсав и Эдамитяне и Яаков и Бнэй Яаков Израиль то есть получается много разных народов выйдет из Авраам кстати заметим в скобках что есть у евреев такая традиция что если человек тяжело болен и это реально тяжелая болезнь которая что называется может привести к печальным последствиям то одним из способов лечения этой болезни это дать человеку новое имя официально в синагоге во время вызова вызова к чтению Торы происходит наречение нового имени и новое имя это новая судьба если старое имя было связано с болезнью то новое имя это другая судьба которая может и должна привести к выздоровлению в частности старое имя не давало возможности Аврааму и Сарай завести ребенка а их новые имена позволяют завести им ребенка и так далее так вот почему Маше меняет имя Йошуа Мы уже говорили о том что независимо от личного выбора от свободы воли несмотря на это Всевышний прекрасно знает как все завершится и поскольку Маше Робейну это был уникальный человек который разговаривал с Всевышним лицом к лицу как разговаривал бы кто-то с другом своим то Маше Робейну обладает даром предвидения и видит конец ситуации Маше Робейну понимает что разведчики начнут говорить гадости про землю Израиля и для того чтобы защитить своего любимого ученика Оше от этих высказываний от Лошон Ара он меняет его имя есть на эту тему длинный разговор с Лошон Ара в данном случае Оше на Еошуа это сработало действительно Еошуа всего двое из 12 разведчиков один из них был Еошуа говорили что земля это хороша очень и мы конечно овладеем невзирая на то что прочие 10 разведчиков говорили всякие гадости про землю Израиля а здесь допев песню потому что я забегаю вперед следующий пасук и закончив и закончил Маше говорить все слова эти всему Израилю да то есть закончив все что он должен был сделать Маше умирает сейчас мы будем об этом говорить и передает все полномочия своему любимому ученику и преемнику Еошуа Абин а вот особенность национального руководителя одна из его национального руководителя есть много особенностей но одна из его важнейших особенностей это способность слушать и слышать и слушать и слышать не только то что будет лично ему приятно и не только то где люди будут говорить ах как хорошо все у нас в стране ах как все у нас замечательно никаких недостатков нет нет способность слушать и слышать все что говорит народ в том числе и грубости и гадости в том числе и лошон ара уже какие дальше лидер должен делать из этого вывода это второй вопрос но у него не может быть вот этого фильтра на ушах который повесил ему маше закрыть его от высказываний лошон ара и поэтому здесь маше возвращает ему его исходную ипостась он иоше бин нун то есть а сегодня эти шоры с глаз сняты ты становишься национальным лидером и ты должен уметь слышать и слушать все что тебе говорят даже если это неприятно даже если это клевета лошон ара все равно в любом в любой поступающей к тебе информации ты обязан найти зерна истины сняв клепу лошон ара найти зерна истины которые там могут содержаться это необходимое качество национального лидера и это качество вернулось к его шоу и закончил Маше говорить все слова эти всему Исраэлю и закончил то есть Маше завершил свою миссию при этом если вы помните в начале главы Азину сказано и говорил Маше слова песни этой да вот как тут в начале сказано и говорил Маше в уши всего собрания Исраэля слова песни этой до конца их а слова песни а здесь по-другому все слова эти всему Исраэлю значит все слова эти это намек на всю Тору то есть функция Маше завершена вся Тора изложена Исраэлю и сказал им положите сердца ваши ко всем словам которые я свидетельствую против вас сегодня которые прикажете сыновьям вашим хранить делать все слова Торы этой положите сердца то есть примите к сердцу хранить делать то есть не просто помнить что изложено в Торе но и реализовывать принципы Торы в конкретной практической жизни в своей стране все слова Торы к выполнению которой призывает песня которую сейчас выучили сыновья Израиля потому что ни слово пустое это от вас потому что это жизнь ваша и словом этим продлите дни на земле в которую вы переходите Ерден наследовать ее то есть жизнь по Торе она обеспечивает близость к Ашем к источнику жизни и соблюдение Торы это залог продления жизни в Эрец Исраэль И говорил Ашем Маше в самый день этот сказав поднимись на гору Ааварим эту гору него которая в стране Муав которая перед лицом Ерехо и увидь страну Кнаан которую я даю сынам Израиля во владение гора Ааварим это горный массив гора Нево это одна из вершин этого массива перед лицом Ерехо это за Иорданом напротив Ерехо значит увидеть страну Кнаан то есть тебе достаточно ее увидеть то есть взглядом понять что она из себя представляет а народ Израиля обязан ею овладеть и умри на горе на которую ты поднимаешься и соберись к народу твоему как умер Аарон брат твой на горе Ор и собрался к народу своему соберись к народу твоему то есть это приобщение к исторической цепочке умерших предков к ряду поколений за то что изменили вы мне в среде сынов Израиля в водах Мереват Кедыш в пустыне Цин за то что не выделили вы меня в среде сынов Израиля значит ну это двадцатый перик книги Бамидбар помните мы с вами это обсуждали надо было говорить со скалой а Маше ударил по скале ну и все что с этим связано потому потому что напротив увидишь страну а туда не придешь в страну которую я даю сынам Израиля напротив то есть ты ее увидишь издалека с вершины горы него но ты туда не придешь но благодаря тебе благодаря твоим заслугам я даю ее сынам Израиля потому что ты их привел к этому месту и здесь есть очень интересный момент сейчас я вам попытаюсь его показать где находится гора него посмотрите пожалуйста на эту интересную картинку ну мы видим схематически план земли Израиля значит вот река египетская это Эля-Риш север Синайского полуострова от реки египетской до реки прат река прат она в данном масштабе где-то в правом верхнем углу картинки вот течет Иордан Мертвое море дальше долина Орова к Красному морю слева Средиземное море так вот гора него находится на восточном берегу Иордана правду надо сказать что сегодняшнее наше представление о горе Ерехо о горе него оно не очень-то напротив Ерехона оно сильно южнее Ерехона скорее напротив Мертвого моря но вот эта вот гора которая здесь на плане обозначена как гора него она действительно высшая точка массива и с нее реально видно и Средиземное море и вся страна Эрецкна что здесь интересно есть у нас в Израиле замечательное место называется могила Машера Бейну по арабской версии и находится это место приблизительно километрах в десяти восемь десяти километров к востоку от Ерехона так вот интересно сейчас вы меня видите или а вот демонстрацию я должен вот как сделать нет не получается не знаю вы видите вот когда я сейчас курсор вожу по экрану или нет ну в общем ладно видите или не видите слово Ерехон оно видно видно но вот слово Ерехон а теперь вот примерно километров десять к западу от Ерехона вот сюда ближе к Средиземному морю есть такое место которое сегодня реально существует и оно является могилой Машера Бейну по арабской версии в чем фокус вообще говоря мы с вами будем об этом говорить наверное через неделю или через две что могила Машера Бейну нам неизвестно где он похоронен хотя мы примерно предполагаем где находится гора него да вот она но могилы Машера мы особо не знаем арабы тоже почитают Машера Бейну вообще в Коране ряд сюжетов истории использован и Авраам это Ибрадим Яаков это Якуб Маше это Муса да так вот Квар Муса могила Мусы Машера Бейна она находится вот здесь почему здесь почему арабы ее относят где-то километров на 25 к западу от того места которое мы считаем могилой Машера Бейна а фокус в том что сказано в Торе значит вот будет твоя могила с этой горы ты увидишь всю землю Израиля но сам в нее не войдешь следовательно вся земля Израиля должна быть расположена к западу от могилы Маше То есть если Маше Бейну похоронен 10 километров к западу от Ерехо это значит что вся долина Иордана и Мертвое море и Ерехон и все эти территории не относятся к Эрицисраэлю идея понятна да? То есть к Эрицисраэль в лучшем случае относится то что находится к западу от могилы да? Поэтому когда мы говорим что вот она гора него здесь окей в землю Израиля он не вошел но тем не менее гимн нашей партии партии Ликуд Шней Гадот Бай Арден Зод Шелан Зод Ган Кен то есть два берега у реки Иордан этот наш и этот тоже наш то есть и западный и восточный берег реки Иордан принадлежат к земле Израиля могила Машера Бейну которая находится за пределами земли Израиля она находится сильно к востоку от реки Ерехон вот в чем фокус двух могил какие ко мне есть вопросы по поводу имени у меня такой вопрос почему если Аврааму было дано имя то есть Аврааму отец дал имя Авраам а Всевышний поменял на Авраам на Ицхаку сам Всевышний дал имя когда он еще не родился Якову дано было имя тоже родителями а Всевышний добавил а Всевышний дал ему не имя Израиль а написано М-Исраиль то есть мать Израиль там два раза написано М-Исраиль и Моше Моше кажется что он тоже должен был обладать именем потому что в 4 главе 26 стихе там идет линия 10 колен которые говорят и после Шета начали называться имени Вашеми вот начали вызывать именем Ашема да да то есть все имена до потопа они все несли все были даны имена от Ашема так получается вот и и с другой стороны вопрос а почему все таки Моше да оно оно же ведь не еврейское даже имя да абсолютно оно египетское да а почему Всевышний не дал имя ему именно свое имя то есть ему имя дала его это дочь фараона дала имя да его названная мама а почему вот ему не было поменено имя может быть это связано с тем что если переставить буквы да то получается Ашем правильно это связано с Шемом то есть не имею ввиду что Ашем это имя ну да с Шемом как бы закольцов да смотрите в книге Шмот на эту тему сказано открытым текстом так и принцесса египетская дала ему имя Маше потому что из воды Мсе достала его ну из воды достала его между прочим имеет второе значение египетская сын в честь рождения ребенка из околоплодных вод да то есть она его достала из реки как обычного ребенка достают когда вот отошли околоплодные воды и значит вот это имя сын оно в Египте очень распространенное скажем что такое Ра Мсес да Маше Мсе Ше С это в египетском в арабском так же как в иврите да Рам Сес это значит сын бога Ра переводе на русский значит Маше это просто сын и дала ему его египетская принцесса названная мамой названная мама его да то есть помните мы когда обсуждали книгу Шмот должен был должен был назваться Тувья да по сути да вот мы там это обсуждали что это история Тора описывает нам историю суррогатного материнства мамы по договору что Йохэвет специально родила сына для египетской принцессы такая там была эпопея а дальше вот я думаю что Всевышний это имя сын принял себе принял как свое только уже Маше не сын египетской принцессы и даже не сын Йохэвет и Амрама а сын Всевышнего в соответствии с вот этой вот молитвой Авину Малкейну отец наш царь наш так вот Маше становится сыном Всевышнего после ситуации угорящего куста когда Всевышний его посылает и так далее и так далее и то что он ему потом много говорит просто мне кажется что это имя сын Всевышний принял на свой счет и акцептировал потому как последняя речь Маше совершенно человеческая речь перед народом Израиля стала пятой книгой Торы книгой дворин Всевышний ее акцептировал это мое объяснение хорошо есть еще такой комментарий дело в том что Ошия и Ягашу это если рассматривать это как по-моему от причастной вернее от причасть от глагольное причастие какое-то да оно используется вот или на речи ну дело в том что именно вот это Ошия это как бы или можно считать его как имя настоящим несет настоящее время да или может даже прошло да а вот например Яшуа там Ют именно говорит о том что она направлена на будущее и возможно именно с этим связано то есть до того как он имя получил Яшуа он как бы только лишь само слово Яшуа означает опора то есть я нашел в других переводах что именно корень шин айн она переводится как опора это в тех местах где написано что ну о границах Израиля как они будут идти там вот написано что она будет граница будет операция там вот этот корень использован и то есть в данном до имени получения Яшуа он был просто опорой а потом когда Муше ему дает Яшуа он становится ну направленный в будущее то есть опора которая будет опорой тогда когда он войдет в землю Израиль очень хорошо согласуется когда рассматриваешь имена с точки зрения глаголь глагольных форм например Авраам да тоже можно рассмотреть как в форме в глагольной форме Алиф это первое первое лицо до будущего времени Абар это Абар это семя то есть я сделаю семень и тоже можно рассмотреть именно Авраам слово как сделать этим семенем и оно в принципе согласуется в дальнейшем с развитием сынов Исраиль то есть движение и возрастание сынов Исраиль вот поэтому еще интересно когда рассматриваешь имена с точки зрения имена с глагольных форм потому что мы же знаем что любое имя оно несет в себе что-то какую-то функцию а функцию очень удобно рассматривать когда ее рассматриваешь именно в глагольной форме вот поэтому я думаю что именно с этим связано изменение его имени тоже хорошее объяснение как известно количество объяснений не исчерпывается ни одним ни двумя еще одно объяснение которое может быть тоже имеет смысл что воспоминание имени ошеа вот в этот момент показывает что именно ученик маше становится его преемником то есть напоминание о том что еошуа это ученик и последователь маше ну да конечно тут как раз она хорошо идет когда форма настоящего времени и смотришь форма будущего времени конечно это будущая опора границ Израиля и цхак тоже да вот посмотрите почему будет смеяться да именно будущее время да рассмеешься да да тоф еще вопросы тогда мы с вами прощаемся все таки последние пасуки азину значит вот про гору я вам рассказал а напротив нет азину мы закончили все отлично а зота браха остается у нас что что я не это там понял все значит до встречи в следующий вторник у нас последняя глава торы в изот абраха благословление маше рабей всем спасибо и до свидания